Анатолий Эдуардович, как известно, компания Skyway пополняет свои ряды профессионалами высочайшего международного уровня. Я, как новый руководитель пресс-службы группы компаний, считаю, что многие, если не каждый из этих людей, заслуживают того, чтобы описать их жизненный путь, рассказать о том, как они пришли в вашу компанию, чего добились в своей жизни, для того, чтобы в конце концов и самим узнать своих героев, и чтобы наши инвесторы лучше понимали, что их инвестиции в надежных руках. Хотелось бы, в первую очередь, конечно же, поскольку вопросы задаются постоянно о вас, рассказать о том, что вы из себя представляете. Я скажу о себе, что был поражен, в первую очередь, придя на работу, я работаю недавно, несоответствием того образа юнитского, который я увидел в реальности, тому, который у меня сформировался, исходя из материала. Несоответствие в чем? Вы выглядите как такой генеральный конструктор, как почти член политбехов, кто же в советское время поймет. Бронзе, да? Молодой, активный, прямо брызжущий жизнью человек. Я и хотел бы показать нашим инвесторам такого юнитского, которого увидел я. Для примера, чтобы не вдаваться в какие-то высокие материи, просто хотелось бы узнать, как вы провели вчерашний день. Вчера было 1 сентября, первый день осени, дети пошли в школу, может быть и у вас какое-то было интересное событие. Вообще, когда вы встали? То есть, вы можете позволить себе работать полчаса в день или в неделю, или вы встаете с петухами, ложитесь за полночь. Просто хотелось бы узнать, чему вы посвящаете свой день и сколько у вас на все это уходит энергии и сколько из нее остается для работы? Ну, к сожалению, в Минске нет петухов, но я думал, раньше их я встал. Я проснулся 1 сентября в 5 часов утра. Полчаса я лежал, чтобы не будить супругу, думал о прошедшем дне и о предстоящем дне, о работе в первую очередь. И думал о том, что сегодня наша младшая дочь пойдет в первый класс. Марьяна. Поздравляю. Спасибо. И вот оно в сочетании, так, это были одно, то. Ну, у меня, я не знаю, как назвать это, мой образ мышления, он скорее ассоциативный, я образами мыслю, да. Кстати, животными образами тоже мыслю, да. И математикой, цифры, формулы, так далее. И могу перескакивать, ну, минуту, может быть, 10 раз, если надо. То об опоре подумаю, то о юнибусе, то о аэродинамике, то вот как бы опору в стойчивость не потерял, а потом как фундамент анкальной опоры сделать, как, где деньги найти не хватает, там, чтобы бетон купить, да. И вот это вот за минуту, может быть, 5 образов, да. И в то же время вот сегодня в школу. А средняя дочь пришла в 7 класс, 1 сентября. Потом встал, сделал зарядку, позавтракал, посидел полчаса за компьютером. Ну, уже дети встали, там, надо было их собрать в школу, это жена делала. Делала. И ответил по почте, вот полчаса где-то подозракивал. И мы без застей 8 выехали вот везти детей в школу. А перед школой, интересно, зарядка, вы сказали. А что за зарядка? С чем была? Я не знаю, как назвать эту зарядку, то ли для ленивых, то ли как, но она комплексная. Я делаю ее лежа. Ну, они, как бы, весь организм, как в тонус. То есть, ваша собственная система? Да. Она в тонус и организм, весь организм, все органы, мутыни, в том числе, все точки активно. Может, как-нибудь поделитесь? Ну, может быть, может быть, да. Если вы приближете, так. Ему все наши инвестиции. Да. Стоит только делать несколько простых упражнений. Одно из них, это был один ученый известный, он конструировал авиационные двигатели. И в 50 лет он умирал. Ему, ну, врачи отводили медсо-два-три. И он умирал на боничной койке, а сам он механик, он не врач, не доктор, да? Стал думать об организме, ну, как некой системе механистической, да? Он хотел жить. И хотел, ну, сделать великие дела. И он, как бы, вспомнил историю, как вот человек появился, да? Как развивался. И наши предки, они бегали, бегали босиком. И у них был потенциал земли, у наших предков равный потенциал, электрический потенциал организму. Потому что он заземлялся все время. А мы сейчас в обуви, это электроизолятор. И даже когда расческа расчесывается, искра проскакивает, это 100 тысяч вольт. Наводятся токи в нервной системе, это же электрическая система. И поэтому наш организм не может нормально работать. Это сбой электрический, обязательно. Засуньте телевизор в СВЧ-печь, он вот после этого работает. Ну, а мы вот в таких полях все время. И он стал заземляться. Просто заземляться. Лежа в койке, к ноге провод и на батарею. Это одно упражнение, которое он стал делать. Второе, когда наши предки опять же бегали, они стучали пятками, да, босиком, пятками, когда бежит, да? И оказалось, что при этом гидравлический удар, открывали студентам бутылку, пробку выбивали. Пробку другим способом. Вот, а я открывал, не, открывал, я знаю, что какой гидравлический удар, да? Пробка вылетает. Когда мы ударяем пяткой по полу, по земле, удар гидравлический, это кровь. Они поднимаются, кровь поднимается вверх. А там оказалось, что есть клапаны в Вене, обратные. И они закрываются, кровь не идет обратно. И получают этот удар, помогает сердцу, как насос работает. Так вот, этот академик тоже, умирающий и так далее, стал делать простое упражнение второе. Вот так становился и это раз в 30 просто вот. Это вы делаете тоже? Тоже делаю, да. Но это уже встав с кровати? Встав с кровати, да. Ну, это некоторые, как бы, упражнения такие простые. Так вот, с ним был такой случай, когда 80 лет, 50 лет умирал, да? Он преподавал в институте, упала доска, два студента подбежали, не смогли поднять. Он один поднял и повесил доску. Он прожил бы, наверное, больше, он просто утонул. То есть, не по состоянию здоровья умер, да? Так, поэтому сделал зарядку такую простую, там минут 30, простые ученики упражнения. Мы поехали в школу. Ну, мы договорились, что как-нибудь вы расстроитесь. Ну, посмотрим, хорошо. Я все бы привлечен к инвестору, скажу. Хорошо, да. Да, в школу проводили, там, слезы, сопли у младшей. Не, ну, первый класс. Не, ну. Да, ну, старший, это седьмой класс, там, все нормально, так. А вот младший, это, ну, все-таки серьезный стресс, да? Когда моя дочка шла в первый класс, я подарил ей йоркшерского лотерьера, чтобы этот стресс как-то комплексировать. И вы свои что-нибудь подарили? Да. Кот Майкон, шикарный кот. Он, как крысь, почти. Такой умница, кстати, такой ласковый. Он приходит и будет, делая массаж. Массаж шеи, лапами. Шикарный кот, да? Подарил-ка-то. Так вот такой массаж делать? Всем. По очереди. Такой кому-то дарить. Нет, я, 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 он не дочерян делает. И будет таким образом. Причем, мурлыча такой приятная. Знаете, как вот дизель работает, так, бру-бру-бру, да? Да, очень такой, комфортная чистота вот звука. Поэтому это тоже, как бы, способствует снятию стресса. Но потом, в конце уже дня, там, и приленка у них, это, типа, гимназий. Она не хотела уходить из школы. Так что все нормально. Полдевятый я уже был на работе. И когда утром лежал и думал вот о делах, у меня какая-то заноза некая. Мы сейчас строим анкерную опору. Первую. Это не просто опора анкерная. Это довольно сложное инженерное сооружение. Потому что опора совмещена со станцией пассажирской. При этом не просто станция. В этой станции мы хотим сделать музей. Скайвэй. Поэтому у нее размер определенный. Там должно быть архитектура определенная. А потом к этому зданию еще примыкает цех. Это комплекс сооружений. И такого, как бы, комплекса никто не строил никогда. И туда приходит еще горизонтальная нагрузка от струн. И от напряжения их, от растяжения. И в том числе температурные усилия. Когда меняется температура, то меняются усилия. И это усилие может достигать, ну, в условиях Беларуси, где-то 500 тонн. На высоте, ну, где-то порядка 10 метров. И я вижу, что неоптимально это все проектироваться. Столько бетона, столько арматуры. На все это нужны деньги. Причем я не могу все проектировать. Я не могу все проекты делать. Есть, естественно, у нас специалисты, проектировщики, конструкторы, которые каждый делает свое дело. Кто-то делает фундаменты, кто-то телоопоры, кто-то промежуточные опоры, кто-то рассчитывает на температурную деформацию, кто-то там усилие в струнных рельсах. Грунт, фундаменты, будет просадка, не будет просадка грунта. Ну и так далее, да? И в нашей подвижной составе мы создаем и путевую структуру. Причем все это принципиально новое. Подвижной состав принципиально новое. Путевая структура принципиально новая. То, что неразрезная, предварительно напряженная, статически неопределимая стакан. Насколько я понял, в Экотехнопарке практически каждый объект это уникальное инженерное сооружение, начиная даже с забора, который не просто забор, а струнные ограждения. Да, но я хотел бы всякие вот акцентировать внимание на одном вот этом событии, да, которое произошло 1 сентября. И меня вот это вот очень волнуюсь, переживаю за это, потому что вижу, что нерационально, вижу, что много бетона, много арматуры. Объясняю, пытаюсь, я не могу, говорю, все эти жизни, расчеты и так далее. Я просто вижу чувства, знаю, сопромат там другие, тем более науки, имея опыт, что можно оптимизировать. И вижу непонимание в глазах проектировщиков и некий страх. Страх никто так не проектирует, и у нас нет нормативов. И я говорю, нормативы есть. Они называются сопромат, называется физика, называется математика, называется теоретическая механика. Это и есть нормативы. Любая конструкция, любая строительная конструкция, да неважно, машиностроительная конструкция, да, должна удовлетворять трём критериям. Прочность, то есть она под расчёт нагрузки и конструкции должна развалиться. Долговечность, то есть она должна служить нужным срок службы. Сто лет, там, двадцать, сколько заложено, да, проектом. И устойчивость. Ни один элемент системы не должен потерять устойчивость под нагрузку. Вот три критерия. Поэтому есть нормативы, давайте проектировать по ним. Нет невозможного. И вчера, вот первого сентября я провёл три совещания. Ряд даже сотрудников депримировал за август. Говорю, так делать нельзя. Избыток бетона, избыток это. На этом уже деньги акционеров. Мы должны экономить. У нас нет лишних денег. Я сейчас расскажу. То есть это не одномоментный процесс. Вот это проектирование шло месяц. И во мне росло понимание, что надо оптимизировать. Оно росло. И когда я увидел результаты, когда мне уже доложили спроектированную анкерную опору, сколько там бетон, арматуры заложено, честно говоря, пришёл в ужас. Потому что я вспомнил, когда мы проектировали тоже тестовый участок в озёрах в 2001 году, один в один было. Когда тоже проектировщики дали конструкцию опоры, то я просто волевым решением удалил, выбросил 500 кубов бетона. Это 1200 тонн бетона. Чтобы понимать, это эшелон бетона. Это где-то 20 с лишним вагонов по весу бетона. И около сотни тонн арматуры. Я вижу, что здесь то же самое примерно. Настолько впечатляющий объём работ. Мы показывали видео и фотографии, что некоторые инвесторы даже спрашивают, а каким образом вы подобные анкерные опоры собираетесь ставить по городу. Мы объясняли, что это уникальная одна, что они реально... Нет, так здесь в данном случае сочетание, да, и это сочетание тоже надо использовать, да. И меня уже так завели, вот я знаю свой характер, и когда возникают проблемы трудностей, и чем сильнее они давят на меня, тем быстрее я нахожу решение. И уже после третьего совещания, три совещания по анкернопору я собирал первое. Говорю, нельзя так, я вижу непонимание. Рисую схему, вот давать такое непонимание. Меня это так разозлило, так завело, что я вот пришёл в кабинет, за семь минут изменил конструкцию, фундамент, сделал расчёты с помощью калькулятора. Я поднялся, это седьмой этаж, на десятый этаж, и говорю, мы будем делать другой фундамент. В это время иду стоить на работе, я позвонил, остановился работой, остановил на полдня, и сказал, что мы в завтрашнем утро дадим новый опалочный чертёж, и дадим новую складку арматуру. Рисовал схему, могу нарисовать сейчас, так. Да, думаю, интересно. Рисовал схему и объяснил конструкторам на уровне знаний восьмого класса средней школы. Почему так лучше? И сказал, что если вы сегодня не переделываете вот это всё, я вас уволю всех, потому что мне такие проектировщики не нужны. И сегодня работали всю ночь. Я тоже ушёл сегодня с работы, сегодня, пол первого ночи, пока не сделали опалочный чертёж, чтобы сегодня утром завести. И работы сегодня утром продолжились. И что интересно, я остановил работу на полдня, а теперь могу сказать, что мы завершим работу быстрее на две недели. Да, и мы время не потеряли. И что мы сэкономили, сейчас тоже скажу. Ну, во-первых, мы ускорим на две недели работы. Надо сказать, что день простой компании, нашей предприятии, это 20 тысяч евро. У нас сегодня такие затраты. У нас порядка 450 тысяч евро затраты в месяц. Это фактически офис, конструкторы, вот эта вот работа. Не считая, что у нас ещё есть работа в эко-технопарке, там растёт всё это, так, затрата. Поэтому, представляете, сколько мы сэкономили только на этом, да? Что касается по материалам, то могу сказать, что в первом, в первоначальном варианте, этот вариант делался где-то месяц спроектировали, второй вариант, по-моему, решение новому. И я сделал себе расчёт, сказал, как это всё сделать, да? Сделаны были меньше, чем за сутки. А до этого делали месяц, да? В первом варианте было 470 кубометров бетона. Во втором варианте 98. Чего сейчас? Значит, экономия 372 куба, это тысяча тонн примерно. Это 20 вагонов же дорожных. Было 98, нет, 96 тонн арматуры. Стало 6 тонн арматуры. А в денежном выражении можно поставить? В денежном выражении, с учётом того, что надо опалубку там ставить, я, это, рыть котлован, да, комплексная, где-то 250-300 тысяч долларов. Это я за 7 минут сделал, и мы переделали документацию в течение ночи. Так? И это надо было сделать, потому что нельзя выбрасывать нужные, ну, лишние деньги. Не нужно тратить время лишнее и так далее, да? И не нужно привлекать лишние средства. Да, конечно, конечно, да, да. И надо это быстрее делать, тогда мы быстрее капитализируемся. И мне вспомнился, я член Федерации космонавтики СССР, случай с Королёвым, это, об этом случае не рассказывал Игорь Петрович Волк, лётчик-космонавт. Когда в 60-е годы готовили полёт на Марс, спускаем аппарат, и там каждый грамм был, ну, вес золота, так скажем, потому что если будет тяжёлый аппарат, он просто не долетит, не взлетит с Земли. И когда уже собрали этот аппарат, и оказалось, что он на 50 килограмм тяжелее, однозначно он не долетит. И Королёв это понимал. Он стал разбираться с компоновкой этого посадочного аппарата, да, и видит блок, спрашивает, что это за блок. Для определения жизни на Марсе. Он говорит, вы уверены, что он определит? Да, конечно, мы же 5 лет разрабатывали. Мы уверены, это нужно, ни в коем случае он должен полететь. Мы должны знать, есть там жизнь или нет. Хорошо, говорит, давайте тест сделаем. Берите на вертолёт аппарат, сбросьте в пустыню на Земле. Пусть определит, есть ли жизнь на Земле. Сбросили, определил, жизни на Земле нет. Он говорит, выкиньте. Выкинули. Он не нужен. И он улетел, и полетел, и сел, да. Вот я так выкинул ненужный бетон, ненужную арматуру. И что интересно, конструкция стала в 2 раза прочнее. Вам понятно? То есть она будет уже даже выдержать нагрузку горизонтально не 500 тонн, а 1000 тонн. А вы могли бы действительно объяснить, за счёт чего и как это гастрит? Я думаю, всем будет интересно. Я как бы не хотел некоторые нагу-хау раскрывать. Там специфика. Ведь фундамент опоры находится в грунте. И грунт такой слабый, непредсказуемый материал. И тем более у нас там слабые грунты, глинистые, суглинки, да. Могут быть даже плавуны. И самое плохое в конструкции не только сам, допустим, железобетон, арматура, но и поведение грунтов. Какие на них нагрузки, да, и так далее. И вот с учётом этого, и всегда присутствуют страхи, а вдруг это упадёт. Вот просто, а вот сделай, а потом, а если упадёт, меня же посадят. Ой, а нет, нам мотивов нет. И поэтому давай больше, больше, там ещё. Но ты знаешь, что-то лучше. А если понимание, когда ты понимаешь, как оно работает, то страхов нет. У меня нет страхов. Я понимаю, как это случилось. Случился промах. Да не только. Я вот, кстати, я на калькуляторе сделал расчёты, отдал нашим проектировщикам. Это было, наверное, в час дня. Они до 9 часов вечера выставили расчётную схему и прибегали. Говорят, вот дальше, вы неправильно посчитали. В 5 раз у нас не сходятся цифры, у нас в 5 раз хуже. Я говорю, ищите ошибку. Вы неправильно считаете. У меня правильно. Уходят. Прибегают опять через 2 часа. Не получается, не сходится. А в 9 часов вечера сошлось. И нашли ошибку. Примитивную. Просто, можно сказать, арифмическая ошибка. Так? То есть это процесс сложный. У нас хорошие специалисты. Хорошие проектировщики. Но они вот эту область плохо знают, потому что они недавно пришли. Они мосты до этого делят, традиционные. Там высотные здания, какие-то сооружения стоят. Вот таких конструкций никто из наших специалистов, ну, набранных, ну, он не стал до этого, да? И поэтому даже для того, чтобы понять, как работает конструкция, на 2-3 года. Ну, нельзя взять студента, и чтобы он через месяц спроектировал самолет, который полетел бы. У нас такие же сложные вещи. Взять подвижной состав. Юнибус – это скоростной, высокоскоростной, 500 км в час. Он не проще самолета, на самом деле, да? Ну, там проще, вот, если говорить о проектировании юнибусов, потому что это машиностроение. И вот здесь есть школа серьезная в Беларуси машиностроительная, да, и автостроительная. И я ее создаю уже сам. Вот, проектирование юнибусов уже где-то 15 лет. Поэтому у меня эта школа готова. А вот строительная часть, я делал до этого, работал не в Минске, а в других, да, местах. И здесь я создал, как бы, новую школу, и их надо еще обучить, вот, наши специфики. И этот процесс идет. И вот вчера, 1 сентября, вот, один из был вот таких вот, как бы, мастер-классов, когда я показал, что не надо бояться. Так, глаза боятся, руки делают. Не надо бояться, что нет нормативов. Есть законы физики, есть сапраматы и так далее, да? Строительная механика. И надо делать, чтобы было хорошо. И надо думать, сколько это стоит. Потому что на все нужны деньги. А это деньги инвесторов. И деньги должны быть эффективно работать. И добился. Вот, за 7 минут я вчера, буквально, сэкономил 300 тысяч долларов. И за то, что мы ускорим работы, ну, тоже, думаю, где-то такая же сумма, примерно, мы выиграем. То есть, ну, полмиллиона, полмиллиона, это точно, да? И это, как бы, не все, что делалось 1 сентября. Это часть моей работы. Потому что есть огромное колесо других вопросов. Чтобы здесь все-таки поставить какую-то точку, разрешите спросить, правильно ли я понял, что все-таки набрана группа компаний, хорошая команда специалистов. Единственное, это специалисты в традиционных, скажем так, традиционных областях, традиционных сферах применения и строительной техники, использования материалов, и строительство, конструирование подвижного состава. А то, что мы делаем, это абсолютно новые, прорывные, инновационные технологии, готовых специалистов, по ним нет. Да. Есть базовые знания, они очень высокие и хорошие. Базовые знания, да? Но эти базовые знания, ведь самолет летает тоже по законам физики. И автомобиль по законам физики ездит, и корабль плывет по законам физики. Но это не значит, что тот, кто делает автомобиль, он спроектирует хороший корабль. Так же? А тот, кто делает хороший корабль, спроектирует хорошую ракету. Там тоже законы физики. Так я, наверное, конечно, причем сложная специфика. Понимаете? И когда ракетчики сделали монорез в Москве, это институт теплотехники, они ракетчики. Булаву до сих пор не могут сделать толком, она что-то все время падает, да? Тупо смешно смотреть на то, что они сделали. Они хорошие ракеты делают, а монорезы, говорят, плохой. Они даже забыли про температурные швы. Потому что там балочная конструкция традиционная, да? И когда они сделали опытный участок, и выглянуло солнышко, и нагрело конструкцию, балки весом в тысячи четыртон стали летать по воздуху. Там усилие десять тысяч тонн. Нет, так в ракете нет температурных швов. Они просто забыли об этом. Понимаете, да? И такой же привод сделали. В ракете же нет линейного этого двигателя. Они вместо того, чтобы колесо крутить, они сделали линейный этот двигатель. Это разрез от двигателя, катушку положить вдоль, и ротор разрезать, да? И тянуть полем. Снег выпал, не тянет. Дождь пошел, не тянет. Листики вывозят с деревьев, упали, не тянет. Вот этот путь я прошел за 40 лет. Все вопросы решены, все оптимизировано, да? Но сейчас нужны специалисты, которые переложат это в рабочую документацию. И можно любую хорошую идею так изложить в документации, что это вообще не заработало. Вообще. Как в анекдоте? Ну да, любую идею можно довести до обсуждения. Есть такой примитивный анекдот, когда на оружейной фабрике заказали детскую кровать. Те говорят, нет проблем. Спроектировали, собрали, получился пулемет. Это не анекдот, это жизнь. Да. И если не корректировать, если просто говорят, ребята, вы все умные, вот вам идея, реализуйте ее. Не кровать будет, а пулемет. Я это понимаю, для меня это седьмое по счету конструкторское бюро. У нас не одного конструкторского бюро, у нас 15 конструкторских бюро, три управления. Сейчас четвертое строительное управление появилось. И еще одно, пятое, это маркетинг и привлечение инвестиций. То есть понятно, это довольно уже крупное и серьезное предприятие. И мне со всеми нужно работать, со всеми. Поэтому 7 минут там оптимизировал, 10 минут там оптимизировал, полчаса там оптимизировал. Утром подумал полчаса, вечером, весном подумал, эти варианты проработал, оптимизировал. И вот это каждый день. Помогает, помогает, потому что я люблю ходить босиком. Я вообще детство привел в лесу, в деревне глухой. Черное, это крюки Брагинского района. Там болота были раньше. Правда, Чернобыль накрыл в мире. Потому что до Чернобыля 8 километров, но не повезло моей родине малой. Когда был тепловой взрыв, вот этот радиоактивный графит, урам, пыль радиоактивная, взлетело от взрыва. И ветер дул как раз на нашу деревню. Ну, не только дул, но именно там все это и выпало. Вот именно на мою деревню. И когда я был в 88 году, через 2 года после Чернобыля, там как раз снимали фильм «В небо на колесе» о моем проекте космическом. Ну, операторы, это Белоруссин, сказали, давайте родину вашу с ним, давайте поедем туда. Приехали вот в мою деревню. Да, это была колючая проволока, нас не пускали. Мы взяли первый секретарь райкома партии Брагинского шуба, с ним проехали, да. Он еще взял березовый сок. Я вообще удивился, зачем нам березовый сок 3 литра? И когда там слезы, когда я вот видел, когда все сгорело, стоит просто печь. Дом, хата сгорела. Растут кусты уже во дворе, уже не пройти, надо рубить просеку. Через 2 года, да. И потом, вот теперь секретарь райкома стоит на капот УАЗика, банку с соком. Оказалось, она была первая самогонка. Там была как раз в то время сухой закон. И вот первый секретарь райкома, сухой закон был. Взялся, понимал, куда мы едем. И мы в пятером выпили 3 литра в этой самогонке. Ну, я могу еще, как бы, до конца объяснить, какие вещи я сделал с анконом-опорой. Нагрязь, чему так удалось улучшить его, дешевить, да? Ну, одна из причин, значит, всех пугает вот это усилие 500 тонн. Потому что традиционные здания, сооружения, ну, не проектируются, только результатная нагрузка. Нагрузка, которая может превышать вес конструкции. Ну, нет таких, да, сооружений. Это, естественно, пугает. И когда объясняют, что не надо бояться, в глазах недоумение. А объяснение, почему не надо бояться, очень простое. Это усилие будет раз в 100 лет. Когда температура вбойдет на минус 40. Вообще, на моей памяти, не было в Беларуси ни разу такой температуры. Ну, 30, да, 40, не помню. Вот, а мы закладываем 40. Вероятно, что раз в 100 лет. Значит, уже не факт, что эта нагрузка будет. Не факт. Так это, в отличие от мостов, не циклическая нагрузка, а разовая, которая может длиться один день. А мост работает под нагрузкой 100 лет. Понимаете? Циклика. Туда-сюда, туда-сюда, а потом раз ломается. Вот это непонимание. Ну, как? Что, что раз в 100 лет? Ну, она же есть. Потом, что... Ну, скажите сразу, чтобы не забыть. Ну, вот, допустим, в течение дня или суток такая максимальная нагрузка. Все-таки выдержит это опора? Подождите. Это не совсем тот вопрос. Почему? Для конструкции вот такой неразрезной, статически неопределимой важны не колебания в течение суток, а максимальные перепады температуры за весь срок службы. И мы для данной... Для любой конструкции, для любого адресного проекта, неважно, в каком регионе строим, Африка, Антарктида, Беларусь, мы должны определить, какая минимальная температура возможна за 100 лет. И это историческое наблюдение, это есть расчеты специальные, там, строительные, да? И мы, допустим, расчетом определяем, что минус 40. Она возможно... Ну, в Африке иногда градус снега выпадает. Недавно что-то в Аргентине или где-то там, в Мексике нет снега выпало. Ну, так вот, так вот, на этот бывает, и надо рассчитывать, да? А потом, с вероятностью раз в 100 лет, какая будет максимальная температура. И при этом надо учесть нагрев на солнце. Конструкция нагревается на солнце. И вот здесь надо, учитывая даже цвет краски, которой окрашена конструкция. Иногда мне говорят, что я там не соображаю что-то, и вообще непонятно, что я делаю, да? Что и знание-то на уровне восьмого класса у меня там знание, да? Так вот, мы даже цвет краски учитываем. И даже изменение краски может на 20 градусов понизить температуру нагрева на солнце. А что как 20 градусов? Это снижение напряжения в стали на 500 кг на квадратный сантиметр. Значит, можно применить либо менее прочную сталь, либо перепад напряжения упадет, и мы можем менее прочную конструкцию поставить. И в результате сэкономим может быть 100, 200, 300 тысяч долларов на километре дороги. То, что меньше будет нагрузки. А если дорога длиной там тысячи километров, то мы уже сотни миллионов долларов сэкономим, только правильно выбрав краску. Понимаете? Шероховатость поверхности. Наличие бетона внутри. Она уже по-другому прогревается. Струна на поверхности или в глубине. Потому что если она в глубине, она не успевает прогреваться. Инерционность есть. Это все тоже учитывается. Это на самом деле сложнейший комплекс расчеток. Вот эти все расчеты вот здесь. И поэтому вот этот комплекс, понимая, как это делать, я вот за 7 минут, понимая все это, нарисовал другую конструкцию, расчетную схему, посчитал и отдал проектировщикам. Чтобы понимать, да, что произошло. То есть и объяснил, что не бойтесь, потом вы забываете. Это действительно все забывают. Что минус 40 будет не летом, а зимой. Летом минус 40 быть не может. А зимой грунт промерзший. Так вот глубина промерзания при минус 40 будет метр 90. Поэтому опора будет стоять в скале. Это скала. Даже если там было болото. Потому что по льду точную 30 сантиметров можно танку ехать. Вон Ленинград. Благодаря тому, что по Ларскому озеру возили продукты питания и так далее. Дорога жизни. Да, да. Миллионы были жизнеспособны. Поэтому вот это надо помнить. А, да. И тут же забывают. То, что ну, как бы, зачем это помнить. Вот эти вещи надо знать. Потом есть еще одна опасность для железобетонной конструкции. Бетон не держит растяжение. Это естественно. Поэтому придумали железобетон. В растянутой зоне стоит арматура. И когда большое напряжение, то за счет того, что вытяжка арматуры идет, появляются микротрещины. При определенном размере трещин, есть такое понятие раскрытие трещин, ширина раскрытия трещин, туда попадает вода и начинается горозие арматуры. А если эта зона будет промерзать, то вода начинает замерзать, расширяться и рвет трещину. Да. И благодаря этой циклике и коррозии конструкция может быть разрушена в течение нескольких лет. Вот это пугает. И опять же наши производители говорят, да там раскрытие трещин, 0,3 миллиметра. Я говорю, да это было раз в 100 лет, может, никогда и не будет. Это будет зимой, когда все промерзло. Но поскольку такие страхи есть, я изменил конструкцию и каким образом сделал. Я изменил даже нагружение фундамента и у меня растянута зона в этом фундаменте стала сверху, а не снизу. То есть снизу у нас, если балкой сгибается, растяжение, там влага, да. То есть я переместил эту зону растяжения наверх. Вообще в станцию, где пол, где теплый пол, там нет влаги, там нет этого самого. То есть даже вот это, трещины исчезли. И там, где было, чтобы понимать, стояло 56 стяжней, вот балка несущая, МИ-20 ширина, стояло 56 стяжней диаметром 32 миллиметра, стало два стяжня диаметром 32 миллиметра. И при этом появился двойной запас прочности. Это двойной запас прочности. Путем изменения вот схемы нагружения, изменения конструкции фундамента, только фундамент. Так вот, по поводу того, как надо проектировать, да. Вот еще один пример, вот из белорусской практики. Когда немцев выбили в войну в 43-м году, это выбили из Минска в 43-м году, да, здесь были руины в Минске, несколько зданий было целых. И Сталин вызвал в Северославле главного конструктора одного грузовичка, который сделал дизельный грузовик. Сталин знал об этом. И так посвящал ему там трубочкой по плечу, спросил, товарищи, вы знаете, почему там так немцы быстро Минск взяли там, за неделю дошли и так далее. объяснил ему, что ни промышленности нет, ничего, ни дороги, там даже они не могли остановить. Поэтому поедешь в Минск и создашь автомобильную промышленность. говорит, как, товарищ Сталин, там руины, там ничего нету. Вот есть грузовичок, вот поедешь и создашь. И вот в 43-м году приехал просто главный конструктор грузовичка в Минск, где ничего не было, были руины. через 5 лет стало, да? Ну, чуть больше. Так вот, что сделал этот конструктор, главный стал генеральным конструктором МАЗа, да? Ну, в 48-м году первый МАЗ уже. Да, где-то так. Он что сделал? Он запретил, он стал набирать кадры и под страхом увольнения он запретил учиться у ЗИЛа. Если кто-то поедет на ЗИЛ, он узнал, что он поехал за опытом, он его увольнял. Он говорит, нам этот опыт не нужен. Это плохой опыт. Мы должны создать свой опыт. И он их увольнял. А нет, поехали, поучимся, давай наберем кто умеет и будет второй ЗИЛ, который плохо. Либо пулемет вместо детской кровати. Если говорить об анекдоте. И поэтому была создана автомобильная промышленность, которой не было в СССР нигде, кроме здесь, как в Минске. Самая мощная не такая она и сейчас сохранилась. Благодаря Александру Григорьевичу не развалилось все это. Даже сегодня нет в России аналога Белаза. Уже 500 тонн по-моему выпустили. Есть в России такие машины? 460 тонн точно знали. Колесный тягач. У американцев такой машины нет. 16 колес, все поворотные, все приводные. Горбу ракета 100 тонн по болоту едет. У американцев нет такой машины. Она выпускается в Минске. Грейдеры выпускаются, скреперы выпускаются, трамваи. Я про белорусскую промышленность. Да, я не про Минске, я вообще про Белоруссию. Но пошло все смазано. Это сделал этот конструктор с грузовичком своим. Это все входит в производственное объединение этого автомата. Правильно. Так? И трамваи, и троллейбусы. Понимаете? И автобусы выпускаются. А началось вот тогда. И правильное решение было. Я такие же решения принимаю. Горю, мне не нужен ваш опыт. Если вы пойдете учиться тому опыту, вы мне не нужны, потому что вы загубите мое дело. Я вам передам свой опыт. Я вас научу. Это учеба тяжелая. И нельзя. Даже в институте учиться пять лет, а в школе десять лет. Есть сложнейший комплекс знаний. Как можно передать за неделю, за месяц, за год? Невозможно. Но этот процесс идет. И команда у нас сильная. И вот первого сентября это один из таких переломных дней, когда я сделал мастер-класс и объяснил через опять же эмоции, через угрозу увольнения, депримирования я добился вот этого, о чем я сказал. Вы думаете, по-другому можно добиться? И думаете, что сделают это те, кого ты взял, и они в традиционных отраслях работают? Это фантазии, сказки, так никогда не бывает. Никогда не будет такого. Поэтому идет становление школы и параллельно строится все, как и масс. На руинах строится масс. И сейчас самое мощное в СНГ автомобилепромышленной отрасли, именно в Белоруссии. Ни в Казахстане нет, ни в Украине такого нет. Все началось там. В этом мы, технопарк, это вот тоже примерно то же самое. я сейчас наверно понял до этого я могу с фордом привести пример. с фордом могу несколько примеров. А я вот скажу, там есть таких нескольких характерных примеров. Когда форд собирал свои грузовички, это телеги по большому счету были, один из первых грузовиков приехал 300 метров и сломался, потому что он цилиндр сделал с водопроводной трубой двигателя. ну что за грузовик? Это была телега, причем такая примитивная. И он начал выпускать грузовики, при этом были примитивные двигатели, и двигатели все были цилиндр отдельно, цилиндр, цилиндр, цилиндр. Все тряслось, шаталось, все трещало. В том числе, да. И вот он уже у него работали КБ и так далее. В районе первый год выпускают автомобили. Он вызывает консультторов и говорит вы знаете плохой двигатель. что такое? Ну надо сделать общий блок. Объедините все цилиндры в один блок. Идите работайте. Уходят. Через полгода приходят, не через день. Через полгода. Сделав разные варианты, эксперименты. Говорят, это сделать невозможно. Блок трещит, разваливаться. Так нельзя. Давай делать все как мы делали всегда. Идите делайте. приходят через полгода. Говорят сделать нельзя. Вот если вы не делаете еще, я вас всех выгоню. Пришли через год и сделали. И сейчас найдите отдельные цилиндры. Потому что не было до этого автомобиля. Но ты не знаешь, что не было глупых инженеров. Они были, но они не знали, что это автомобиль. Они знали, что двигатель внутреннего сгорания. Так вот много есть специалистов. Я их взял. Классных специалистов. Но они не знали, что такое анкерная опора. И до конца еще не знают. Позже поймут. Понимаете? Не знают, что горизонтальное усилие вот такое, которое непонятно какого будет сегодня, какого завтра. Непонятно как грунты поведут себя, потому что здания традиционно по-другому нагружены. Если дали нагрузку на фундамент, так это на сто лет. Нагрузили здание, фундамент нагрузили. Там нет разовой нагрузки в зданиях. Все привыкли к этому. Раз здесь нагрузка, то значит на сто лет. И то, что тут она разовая, это вылетает с головы. Потому что непривычно. Это противоречит алгоритмам традиционным мышления. Не потому что они глупые. Нет. Как это был случай там плови на корабле. И кок рубит мясо. Подходит там пассажир и говорит слушай, а ты мне голову смог отрубить? Могу. Толпач голову взял и отрубил. его оправдали. Знаете почему? Он сделает машинально. Он потом понял, что он сделал. Он рубил мясо, он макнул топором. Да вот так работает традиционно. Вы что думаете по-другому? И это иллюзия опять же, что можно по-другому, что Юницкий собрал и все стало по-другому. Нет. И мы проходим это как бы путь. И мы всего лишь вот это предприятие Стива Джобса. Через год они такими же были пацанами в сарае. А смотрите, что мы через год. У нас 35 гитров земли, стройка полным ходом идет, проработана документация на три типа систем, даже комплексов, это не системы, это комплексы. Грузовой, городской, высокоскоростной. Декаде элемент уникален. Это проработано все. И анки на поле проработаны. Но когда мы стали типовую опору вписывать вот станцию, музей, понимаете, цех, плита Беларусь, где будет нулевой километр, то анки, типовая, которую мы разработали, плохо вписывалась туда. А ее пытались сунуть. Я говорю, неправильно, давайте действие по-другому сделаем. Как по-другому? Вот это я сделал, по-другому показал. Я не доказал, что они глупые. Нет, я показал, что надо мыслить нетрадиционно, не забывая о законах физики. Потому что мы живем в физическом мире, и законы физики правят этим физическим миром, а еще законы морали и другие законы уже духовным миром правят. так. Ангел напор это физическое тело, и там надо руководствоваться не эмоциями, а законами физики. Что я и сделал, и доказал на этом конкретном примере. Я вспомнил из истории, что похожий пример когда-то был, пришла одна западная компания, лидер в своей сфере. Беларусь сразу же после распада СССР, когда Беларусь обвела свою независимость в начале 90-х, и основала здесь свое производство. И я помню, было объявление приема на работу, и было сказано, что людей с предыдущим опытом работы в советской промышленности мы не берем. То есть они точно так же, как вы, хотели набрать с нуля вчерашних студентов и обучить их работе иначе. Вот вы знаете три языка, да, насколько знаю? Помимо родного. Помимо родного. Вот тебе представьте, вас плохо обучили языку. И вы его учили лет 10, и у вас неправильное произношение, неправильный период, ну, плохо учили, вы понимаете, что такое плохо. И вас берут какую-то, допустим, американскую компанию, говорят, слушай, а что ты так плохо говоришь? Давай-ка быстренько через день научись по-другому говорить. Вы смотрите? Нет, конечно. Нет, ну, как и так же конструктор. А что, он другой, что ли? Ну, через год, два-три сможешь, и если захочешь работать, это интересно, ты сможешь. Так же? Так и здесь. Вот это происходит как бы изменение парадигмы некой. Проходит ломка, и мне очень сложно. Я фактически ломаю конструкторов, заставляю по-другому мыслить, по-другому делать. Это всегда через боль идет. А нельзя так, ой, ты, ну, ты знаешь, давай, суки, по-другому. Не так. Это не работает. Вам практически приходится создавать собственную школу. Нет, так она есть, она есть, но я сейчас набрал много учеников, образно говоря. Ученики, состоявшиеся, это они дети с предыдущим опытом и жизненным, да, и профессиональным, со знаниями. и надо их обучить и заставить вот эти знания через мои знания преломить и делать оптимально то, что мы делаем, понимаете? Не просто вот просто делать что-то, а потом класть на полку. Мы же не ради этого созданы, я создал эту компанию и привлекаю деньги, а сделать то, что лучше в мире нет аналогов, мы лучше всех и не в два раза, и не в пять, а в десять, в двадцать, в тридцать раз. Понимаете? Поэтому пример. Было 96 тонн арматуры, а стало 6 тонн арматуры, ну, во сколько раз? Меньше. При этом в два раза прочнее стало. Было 470 кубометров бетона, стало 98. Была ямка 48 метров на 12, а стала ямка 12 на 18 метров. Была ямка фундамента, ну, под котлован, понятно, ямка, да? Глубиной 3 метра, стало 1,5 метра. То есть, несколько тысяч километров грунта не нужно вынимать. И вот этот вопрос, вы что там, будете ямки везде рыть? Он тоже повлиял на мое мнение. Нет, не будем. Он тоже меня, ну, как бы взволновал. Ну, так нельзя, конечно. И поэтому я заставил это переделать. Переделывали всю ночь. Работали. И я им сказал, я за это вас премирую. То есть, я до этого депремировал, чтобы заставить работать. А когда сделали, я заставил ночь работать. Я сказал, вы заработали премию. и восстановился. Понимаете? Это нормальная практика. По-другому нельзя. Не поучиться. Это иллюзия, что соберешь умных людей, тысячу физиков, и они не делают, заменят Эйнштейна, не заменят. Тысяча физиков не заменят Эйнштейна. Умнейший физик. Я теперь, наверное, понял. Я до этого задумывался, почему Венибус в 17 с лишним раз, 17,80, если не ошибаюсь, эффективнее той же Теслы. А почему все, что мы делаем, наверное, на порядок дешевле, чем те же знаменитые западные аналоги или Сименсы, и так же Тесла и так далее. Теперь я понимаю, почему. Нет, вы понимаете, что я способен это сделать, но не понимаете, почему. Хотите, я могу показать сейчас, начутить. Я думаю, вы счастливы. Да? Я думаю, это будет интересно. Я не сомневаюсь. Давайте. Так, она пишет? Надеюсь, замуж. Нет, там все нормально, так сказать. Может, повернуть надо, может, по-другому сфокусировать. Точно? Смотри, головой ты видишь. Шутка. Так. Вот я рисую пролет один километр. Так называемая струнная дорога с провисающей путевой структурой, потому что она держится за счет собственного веса. она провисает. Здесь она заезжает, вот седло, стоит газонтально в станции, потом снова выезжает и едет дальше. Понятно, да? И что это такое, я поясню еще на другом простом очень примере, где с помощью физики школьного, где-то, ну, курса знаний, где-то 8-9 класс, я поясню разницу между традиционной дорогой. Очень многие считают, что это большой недостаток. Это же надо, она же провисает аж на 30 метров, или там 40, 50. Это же, не дай бог, это же плохо. Это, ну, допустим, 30 метров, так? Нет, но это посадит инерцию, как понимаете? Нет, не совсем так. Вот смотрите, я рисую дорогу Минск-Владивосток. Минск-Владивосток. Я думаю, там тысяч 8 километров наберется, да? И представим, что мы живем на планете, ну, чтобы не было сопротивлений никаких, где нет воздуха, вакуума, и нет трения. То есть, ничто не мешает движению, не препятствует, да? И вот мы поставили некое транспортное средство на колесики, да? Идеально ровная дорога, нет трения, и толкнули. Но сильно не толкнешь вагон, да? Ну, он поехал со скоростью, может быть, миллиметр в секунду. Он доедет до Востока со скоростью миллиметр в секунду, он может за несколько лет. Доедет. Трения же нет. Теперь эту дорогу я рисую в другой логике. В тех же условиях вакуум, воздуха нет, да? Трения нет. Нет потерь. Вот в такой логике. Вот один пролет, вот второй пролет, третий пролет, четвертый пролет, пятый пролет. Ну, и тогда до Востока. Минск-Владивосток. Да? Все тоже. Вот опоры. Я этот же вагон поставил сюда и толкнул, сильнее не могу, с той же скоростью миллиметр в секунду. Он начал скатываться и гравитация при таком провесе. Форма очень простая, скорость равна. Так. Два G, H. Подставляем, находим скорость. Здесь может быть 40 метров, 50. Потом я возьму условную цифру. То есть, это легко считаться по законам физики. Ускорение это вот высота это перепад. Ну, если интересно, можно, допустим, подставить там, допустим, провес 50 метров. Значит, равно корень, нет, ускоряем, да, округляем 10 и на 50. Это корень из 1000. Корень из 1000. Ну, примерно там, чуть больше 30. Ну, я округляю. Ну, нет, даже меру, ну, ладно, пусть просто. Лень вычислять, так? Пусть 33 метра всего это будет в секунду. Нет, будет меньше. 31-32, ну, примерно. Да, да. Ну, 31, ну, округлено, скорее, 32. Да. Что-то значит. Это больше 100 км в час. Значит, здесь миллиметр есть 100 км в час. Заезжается скорость на миллиметр. 100 км в час. Какая средняя скорость движения? 50 км в час. Есть миллиметр в секунду. Ну, может считаться, сколько в час. 3 метра 3600 секунд, 3 метра все, ну, это улитка. Сколько надо будет ползти, ну, понятно. А это, за этой скорость, знаете, заедет очень достаточно быстро. Это, быстрее Транссиба. Сегодня среднее движение грузов по Транссибу в Треснебирском Магистале, 9 км. Это в 5 раз быстрее. Вот Раенца. Тоже расстояние. Там и там горизонтально, но путь по-другому устроен. Правильно ли я понимаю, что в наших реальных условиях нужно добавить усилия, достаточное для преодоления трения и сопротивления воздуха? Нет. Здесь работает так называемый градационный двигатель. В традиционном транспортном средстве городском надо разогнать с помощью двигателей жить топливо, преодолеть инерцию. При этом инерция транспортного средства от трамвая. Вот иногда смотришь, ведет 2 человека. Трамвай весит 25 тонн, а 2 человека весят 150 кг. Вот кого он везет? Пассажир для себя. Да. И вот эту энергию тогда надо выбросить при торможении. Поэтому это не может быть эффективным. И электромобиль Теслы точно так же работает. Правда он рекупирует потом, идет рекуперация. Часть. Примерно процентов 60, не больше. Даже меньше. Да, при торможении возвращает. Что и здесь происходит? Гравитация начинает разгонять, не двигатель. Включается гравитационный двигатель. И не важно какая тут масса, килограмм, тонн или тысячу тонн. Гравитация разгоняет и энергии для этого не надо. любую массу разгоняет. Разгоняет центры вот до этой скорости. Потом гравитация же начинает тормозить. И она заезжает сюда с нулевой скоростью. У нас потерь нет. Мы же договорились об этом. и получается гравитационный двигатель и гравитационный тормоз. При этом происходит рекуперация по законам физики. Потенциальная энергия переходит к генетическую. гравитационную мгх потенциальная энергия равна генетической мв квадрат на 2. Переходит потенциальную энергию равно мгх. Это есть рекуперация. Скорость ноль здесь, но есть потенциальная энергия. Там скорость есть, но потенциальная энергия меньше. КПД 100% и нет рекуператора. Рекуператором является закон физики. Понимаете? А в тесте стоит рекуператор, механизм, генератор, аккумуляторы и денег и вес. Аккумуляторы весят по тонну. Это все надо разгонять, тормозить. Поэтому ты не можешь взять энергию. Часть и не можешь всю энергию отдать. Только часть. Так же? Вот сейчас можно понять, поверить, что можно по-другому. Вот в идеальных условиях вообще двигатель не нужен. Но у нас не идеальные условия, надо тратить немножко энергии на преодоление качения колеса, оно же сопротивляется качение, и на аэродинамику. Но то и то у нас уникально, аэродинамика уникальна, по сравнению со спортивным автомобилем улучшена в 5 раз. И опирание колеса на рельс, сочетание колесо-рельс другое, чем на железнодороге. И в 2 раза там тоже меньше потери. В 2 раза. И шумов таких нет, и взносов таких нет. Вот на это, чтобы это сделать, ушло 40 лет. И эти знания я должен передать. Это только часть знаний. Конструктор знает базовое знание, он это знает, а как применить, он не понимает. Понимаете? И вот это сейчас и происходит. Это нормальный процесс. Да, и это процесс идет, и появляется школа, в которой нет ни дел в мире. И чтобы нас догнать, надо пройти этот путь. Не собрать умных инженеров, ничего не сделает. А чтобы там нашел себе понес, типа меня, который лет 40 поработает, а потом создаст коллектив и передаст знания. Понимаете? То есть мы таким образом гоняем всех навсегда. Это может быть тысячная часть знаний, которая такая, может быть публично, здесь особо такого нет хитрого. Это скорее знания такие теоретические, а не там практически. Об этом можно говорить. А есть масса ноу-хау, сотни. И чтобы это ноу-хау найти, проверить, разработать, возможно, шло несколько лет. Понимаете, да? Сейчас стало более понятно. Я не ругаю конструкторов. Молодцы, у нас классная команда. Я эти знания передаю. И на примере вот как раз антенопоры этот и был. Во-первых, большое вам спасибо за столь подробное объяснение. Раз мне, человеку, новому в компании очень многое прояснилось, я думаю, инвесторам, которые давно с вами и подавно все понятно. Вы знаете, я думаю, что они достаточно даже подробно, чтобы понять, сопромат, достаточно простой наук, я слушал года два. Не сопромат, а то, что вы объясняли. а это не менее сложные вещи, понимание, это кажется что-то просто, поэтому я даже думаю, что это недостаточно подробно. Да, это длинно, но по-другому не получится. Нельзя кратко объяснить но я понял, что у вас был очень длинный день, все-таки хотелось узнать, что же было в конце этого дня. Ну, я ушел не вчера, уже сегодня с работы по первой ночи, конструкторы, притировщики тоже ушли, кто и кое-кто еще остался работать до утра, и чтобы сегодня утром уже были четежи, и они утром уже были на площадке, и утром были продолжены работы. И как я говорю, мы не потеряли время, потому что сделаем анкерную опору на 2 недели быстрее, не сэкономили на порядка 300 тысяч долларов денег инвесторов, наших акционеров. И параллельно, когда велась работа, мне нет необходимости каждую минуту стоять за спиной проектировщика, конструктора и смотреть в экран, поэтому я подходил периодически, смотрел, что они делают, контролировал, подсказывал, если нужно правил, спускался в свой кабинет и продолжал делать ряд документов, очень серьезных документов. Один из них, например, уже давно работал с Казахстаном, можно сказать, что это вторая родина моя, там до сих пор живет моя сестра младшая и моя мама, и уже 91 год в этом году исполнится, вот эти с Казахстана в Сотпай хорошая генетика, будем надеяться, что вы успеете все свои планы завершить. Ну, по генетике, думаю, да, ну, а другого, как Бог даст, я тоже уверен, что да, смогу. и я там школу заканчивал, то есть учился, жил там, недалеко, кстати, Байконур был, поэтому я видел все запуски ракет, даже за 200 километров ночью увиден запуск, свеча полетела. Я в детстве увлекался ракетостроением, и вот в том числе благодаря тому, что рядом Байконур. Поэтому, можно сказать, что это вторая родина и огромная территория Казахстана, чтобы понимать, территорию в 5 раз больше Франции, а население в первый раз заменьше. Так это наши потенциальные клиенты? Конечно. И это мост между Китаем и Европой. Шелковый путь новый? Да, новый шелковый путь. Так и называется проект. Да, новый шелковый путь, и Китай инвестирует в это 40 миллиардов долларов, и мне стало известно, что у них нет скоростной составляющей шелковой пути. А традиционные решения, традиционный железнодорога, традиционный автобан, потому что, если сделать скоростную железнодорогу, допустим, по даже самым дешевым китайским технологиям, то даже вот от границы Китая до Европы, это порядка пяти тысяч километров дорог, это будет стоить 120 миллиардов долларов. Самые дешевые японские, это китайские технологии. Если я по японским технологиям, то это будет минимум 500 миллиардов долларов. Минимум. Полтриллиона, полтриллиона, потому что у них за 100 миллионов долларов за километр, за 100. Китайцев 24 миллиона долларов, самая дешевая железнодорога в насыпи. Это экологически очень опасно. У нас эстакада, у них насыпь. В эстакаде у китайцев тоже за 100 миллионов долларов, да, за километр. Поэтому они не планируют скоростную дорогу делать. И будет как черепаха ползти, везти грузы и так далее. И пассажиры будут неделями ехать. Я думаю, когда мы сделаем наши опытные участки, они посмотрят, что это, как работает, а не пересматривают свои планы. Нет, не надо ждать, и планы никто не будет пересматривать, если уже дорогу построят. Поэтому надо как бы вмешиваться сейчас, предлагать сейчас. Поэтому мы подготовили концепцию, новую концепцию, нового шелкового пути. Уже предварительно знакомые правительства Казахстана. Потому что большая часть этого шелкового пути пройдет по территории Казахстана. То есть проект уже реальный? Я думал, что это какого-то достаточно даленного будущего? Нет, они уже строят. Железо-дорога, автобаны. Они скоро уже ведут строить. Полным ходом стройка идет. Но у них нет скоростной составляющей. Высокой скоростной. Поэтому у нас есть предложение, как от границы до стыка станции, ну, к Черному морю, чего не планируют в Китае. Они сразу идут в Европу и к Каспийскому морю. И там тоже построить порты. И сделать не просто скоростную дорогу, а сделать три в одном. Высокоскоростная дорога, городская дорога, чтобы построить можно было линейный город, и грузовая система. Причем они разнесены в пространстве, не мешают друг другу, потому что работают в разной логике. с разной производительностью, с разными скоростями. Сделали технико-экономическое обоснование, сделали расчеты производительности. Могу сказать, что производительность высокоскоростной составляющей вот этой дороги три в одном достигнет 950 миллионов пассажиров в год. Самый серьезный железнодорог порядка 100 миллионов пассажиров объем перевоза груза может достигать это уже вторая составляющая, то есть это одна составляющая скоростная, скорость функционирования 450 км в час, это штатная скорость движения, грузовая составляющая производительность до 500 миллионов тонн вольт, это 5 трансибирских магистралей по производительству. Скорость функционирования 150 км сейчас. При этом можно доставлять это в порт на Каспии, но Каспии это собственно море, ну озеро, а не море. Самое большое озеро. нет выхода в океан, поэтому тем не менее там ряд стран, с которыми можно тоже товарообмен ослезать, там Азербайджан, потом Иран, ну другие страны, и там Россия, и выход к Черному морю, а Черное море связано уже с Атлантикой, это выход в океан, при этом это кратчайший путь, из Китая к океану, через Черное море. Поэтому, да, да, и там поэтому два порта построено, крупных, они могут быть грузовыми пассажирскими, и третья составляющая городская, где скорость движения будет 150 км в час до 150, где можно остановки делать через 2-3 км, строить поселения, города, кластеры, жилые, производственные, для отдыха, соединять это в линейный город. И, то есть, можно поставить дорогу, а потом появится линейный город, где может жить сотни миллионов человек, пол Китая, если надо. Поэтому, вот, третья составляющая, ну, там, производительность в логике перевозки, городские перевозки, это 10, 20, 30 км, там, нет, на 3000 км, поэтому, эта трасса разбивается на сотни трасс, и общий бьем перевозок суточный, вот, сотни этих трасс, связанных в одну, да, да, это, ну, порядка 10 миллиардов пассажиров в год перевозок, да, вот, эта система позволит это все сделать, да, и, чтобы понимать, сколько это будет стоить, порядка 22 миллиардов долларов, три в одном, с двумя портами, с подвергным составом, с автоматизированной системой управления, энергораспечения, связи, и туда заложен, заложен еще проект собственной электростанции, биллиард долларов, потому что достаточно большие мощности запитки, на очень большой пассажир-грузопоток, поэтому здесь больше миллиона киловатт мощность общего подвергного состава, поэтому там энергии в том регионе недостаточно, поэтому в том же, в той же Караганде там огромный запас угля, не знает, что с ним делать, давайте построим там, в том регионе электростанции, будем возить не уголь, а электрическую энергию, электрическую энергию будем возить, а эта электрическую энергию будет возить грузы из Китая в Европу и в Россию. Поэтому по подсчетам технико-экономический эффект от внедрения этой системы за 50 лет такой прогнозный срок эксплуатации до капитального ремонта системы эффект превысит 500 миллиардов долларов и может достичь триллиона долларов. При этом у Китая будет прямой и быстрый доступ к двум морям, к океану, выход в Россию, в Европу, так, и транзит через Казахстан с высокой скоростью, и груз с Китая может доехать за пару дней. Да, действительно. И вот этот документ мы вчера завершили, я уже последние корректировки, вот, кстати, он открыт, обложка этого документа у меня на компьютере. Этот документ мы завершили, сделали альбом красивый и скоро представим правительство Казахстана, они ждут моего приезда сейчас, на переговоры. Эту работу я тоже проделал вчера, ну, 1 сентября. И потом мы сотрудничаем еще с рядом стран, и одна из таких стран, это Великобритания. Есть такой регион Суонси, где была первая железнодорога построена, конная, конка, где был продан первый билет, первый, и они этим гордятся, то есть история железнодороги зародилась там, это был 1807 год, это все до Стефенсона было, это тоже, да, Великобритания. Короче, Суонси хотят построить струнную дорогу. То есть быть пионером ведь не здесь? Да, именно так и написали, мы хотим, чтобы вторая промышленная революция была, как и первая у нас. Началась. И мы этим говорим, да, началась у нас, и мы хотим этим гордиться. Нет, мы с ними работаем, и мы уже ряд материалов направили, сейчас они сказали, ну, сейчас заключили договор с ними, предпроектный, договоры о конвенциальности подписали, обменили все информации, и они уже фактически заказали предпроектную документацию, чтобы сделать технико-экономическое обоснование, мы его сделали, и я завершил тоже вчера, ну, первого сентября, то есть параллельно с этим, параллельно с проектированием танка-напора, параллельно с работой, с другими службами, у нас их, я сказал, 15 только Казуцовское бюро, и сделали анализ технико-экономический и сравнили с другими системами, которые там тоже можно построить вместо нас. Это и Хитачи, есть у них монорельс, это Симец поездной монетной подушке, это есть монорельс монорельсовой дороги, которая в США есть, в Лас-Вегасе, кстати, в частности, так, в Москве есть монорельсовая дорога, вот сравнили с этими системами и показали, что минимальный эффект, если сравнить с самой дешевой дорогой, с самой, нашим конкурентам, они сэкономят миллиард фунтов стеллинга на 30-ти километровой трассе. На 30-ти километровой трассе они сэкономят миллиард фунтов стеллинга, это полтора миллиарда в долгу. Вот это технико-экономического обоснования мы сегодня направим в Солнце нашим партнерам. Я поражаюсь, как вас на все это хватает, и все это в один день? Да, ну это часть, ну, чтобы все озвучить, надо пересказать день, потому что там бухгалтерия, там все работы с инвесторами, там соцсети, задают вопросы, надо отвечать. Сняли очередной ролик, надо было посмотреть, вообще, нормально сделали или нет, в общем-то, о том, что мы как вот, что фундамент, ну, котлован под фундамент готов, так, а видите, мы немножко ролик сняли, в эфир вышел, а мы сейчас поменяли конструкцию, дешевили, ускорили, и уже этого, информация устарела, и сейчас будем снимать уже новые роли. и уже инвесторы наши узнают, что стало все лучше, дешевле, да, поэтому было еще, была еще масса других событий в этот день, и надо очень долго пересказывать, это надо часами рассказывать. Естественно, ну, поражает, конечно, ваша энергия, то, как вы все успеваете, и как вам хватает 20-4 часов? Ну, в данном случае было 25, потому что я приехал домой в час ночью, опять в 5 часов утра встал, полчаса думал о работе, о прошедшем дне, наметил планы по изменению, улучшению конструкции путевой структуры, очень серьезное улучшение, да, это вот после вот танкерной опоры, да, я могу сказать, что благодаря этим улучшениям мы можем где-то миллион долларов на километре трассы скоростной сэкономии, порядка миллиона долларов на километре, чтобы понимать, на той трассе вот для Казахстана, для Китая, там 4,5 тысячи километров метэкономия составит 4,5 миллиарда долларов. Эти решения опять, ну, может быть, за полчаса утром были на лене, так? Поэтому я был полдевятого на работе, и вот рабочий день продолжается. Сейчас сколько у нас времени? 6 часов, да? 7 часов. Да, полно. Ну, у нас рабочий день до полшестого, но я не думаю, что раньше в 8-9 я буду сработать. Поражает, конечно, ваша работоспособность. я тоже не спал в прошлой ночи, но по сравнению с вами я просто валюсь с ног. Как я понимаю, подытоживая сегодняшнюю встречу, вас можно сравнить для себя. Сделал такую аналогию с Александром Сергеевичем Пушкиным, который говорил, что самыми надежными активами, которые приносят мне наиболее стабильный доход, являются все буквы российской азбуки. У меня создалось впечатление, что самыми надежными вашими активами являются знания законов физики, математики, теоретической механики, а также сопромата. И людей. И людей. Без них мы не сделаем. Поэтому я создаю опору, фундамент кадровый знания и опыт. Я не вечен. И нельзя во мне замыкать знания. И инвесторы, когда я начал эту работу в Минске, и краудинвестинг мы начали, самый большой риск был для инвесторов. Я. А если со мной что-то случится? А хватит ли у меня здоровья, энергии? И все это на полпути остановится, они вложили деньги. И я сам понимаю те риски, все под Богом ходят. Поэтому большую часть знаний я передал за этот год другим. Передал. Но не все. И передадим за это время. И вот это самое главное. То, иначе знания мои умрут со мной. Они не будут работать. Понимаете? Мы все уже поняли, что вы создали целую школу и ваши знания останутся с ними. Да. И самое главное, что происходит, обучение коллектива, который растет. Год с небольшим назад я был единственным сотрудником этой компании. Единственным. я набрал новый коллектив по тому же принципу, что когда создавался автопром Белоруссии в свое время, после войны, по этому же принципу. Я решил новую школу создать. С новыми людьми. Которые должны сразу делать четвертое поколение, а не первое, второе, третье. И мне это удается делать. Удачи вам в этом благородном деле. Спасибо. Спасибо вам. субтитры